Поверь мне, гармонию алгебры, а наоборот, алгебру гармонии, точнее, физику, лирикой. Московский учитель словесности. Замечательный специалист, замечательный, очень тонкий человек, замечательный учитель, мама, очень замечательный товарищ, прекрасный профессионал Елена Нечаева. Дорогие друзья, мы сейчас от физики плавно перейдем к лирике. Кто жил в 60-е, тот знает, что это было несложно. И поговорим о том, зачем в современном мире нужны стихи. Я как филолог могу сказать, что мы, филологи, часто живем в такой башне из слоновой кости. Мы любим читать стихи, мы любим их обсуждать, мы любим говорить. Но очень хочется, чтобы стихи были в жизни каждого из нас, каждого учителя. И сегодня я постараюсь показать, какую вы можете извлечь от этого, из этого. А. Пользу. Б. Настроение, вдохновение и чувство прекрасного. И сегодня мы говорим с вами о том, возможен ли диалог между алгеброй и сентябрём. В нашем таком сложном современном мире существует огромное количество информации. Бесконечное. Учителя информатики, те люди, которые связаны с компьютерами, говорят, что объём информации за последние два года вырос в какие-то совершенно невероятные количества. Говорят, что дальше будет хуже. То есть информация будет увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. И нам кажется, что в этом замечательном мире, где информация находится в одном клике от нас, возникает такая иллюзия. Иллюзия компетентности. Нам кажется, мы сейчас кликнем мышкой, и мы будем специалистами в любом вопросе. Что же нам с этим делать? Потому что мы, как учителя, понимаем, что это иллюзия. Дети приносят вам доклады из Википедии и с честным видом у доски считают, что раз они прочитали Википедию, то они теперь разбираются в этом вопросе лучше всех на белом свете. Что же может нам помочь дать нашим ученикам возможность понять, что это только иллюзия? Причём при этом мы должны с вами не скатиться в то, чтобы наши ученики думали, что они не в состоянии познать этот мир. Готовясь к этому выступлению, я нашла такую замечательную цитату, которая вдохновила меня на создание этого мастер-класса. «Между текстом и его пониманием имеется зазор. Многие системы обучения способствуют возникновению у учащихся иллюзии полного понимания, которое мешает формированию у них продуктивного непонимания, открытию учащимися области незнания и непонимания, а точнее понимания того, что текст — это приглашение и вызов». И вот под этим девизом, что такое продуктивное непонимание, мы сейчас и будем в следующие 10-15 минут с вами вместе работать. Как же пройти по этому тонкому мостику? Согласитесь, с одной стороны мы должны с нашими учениками работать с текстами, учить извлекать из них полную информацию и сделать так, чтобы они уходили с урока уверенные, что они все поняли. А с другой стороны, мы должны все время им давать понять, что этим текстом все не закончилось, что все только начинается. Знаете, наверное, такую знаменитую фразу, что «я знаю то, что я ничего не знаю». И чем больше я знаю, тем больше я это понимаю. Учителя филологии, филологи знают ответ на этот вопрос. Представим идеальную картину. На изучение, ну, допустим, Евгения Онегина вдруг внезапно нам выделили любое количество уроков. Сказали, Елена Валерьевна, вот сколько хотите, столько изучаете, хоть пять лет в школе. Мы с детьми прочитали вместе вслух. Они прочитали про себя. Мы послушали аудиокнигу. Мы написали сочинения. Мы разобрали. Мы прочитали всех классиков. Мы обязательно изучили Лотмана. Вот сделали все, что могли. Сходили в театр, послушали оперу, обсудили. Но каждый филолог, заканчивая этот разговор, даже если он длился пять лет, он скажет, «Друзья мои, мы заканчиваем, к сожалению, но я вам не сказала всего, и мы не узнали всего, что вы знаете об этом тексте. Мы сейчас только начали разговор, и продолжите вы его в течение всей жизни». Как вы думаете, почему так происходит с художественными текстами? Почему? Понимание с возрастом мы меняемся. Еще почему? Новый опыт откладывается. Разное настроение. И в этом настроении мы по-разному воспринимаем разные чувства. Ну, допустим, имеет значение, испытывал ли человек несчастную любовь или нет. И вообще, был ли он влюблен на этот момент, и понимает ли он, что такое страсть, и что значит изнемогать от страсти. И много-много других сложных вещей. Но плюс у художественного текста, мы не должны забывать, есть не только содержание. У него есть форма. И читать его можно каждый раз по-разному. Есть такое замечательное высказывание, такая фраза, «Теснота поэтического ряда». Что каждое слово в стихотворении или в художественном тексте, оно не только значит то, что значит, а сочетание этих слов приобретает все новые и новые значения. Давайте мы сейчас с вами... Я взяла одно из миллиона определений художественного текста для того, чтобы мы с вами просто поставили некие важные точки. Художник, писатель, поэт, концентрирует, сгучает в ограниченном материале реального жизненного опыта человека всеобщее неограниченное содержание мира. И тем самым приближает мир лично к себе, творчески осваивает его, делает своим миром. Я постаралась взять самое простое определение и самое ясное. Какие две важные составляющие здесь есть, которые нам нужны как учителям? Что делает художник? Первое. Что он берет темой своего исследования, назовем так? Реальный мир, да. И смотрите, всеобщее, да, то, что касается каждого человека. А дальше смотрите, что он делает. Творчески осваивает. А что это значит? Пропускает через себя и дает свой необычный взгляд. Вы спросите меня, а кому это нужно в 21 веке? В веке техники, в веке скоростей, в веке искусственного интеллекта? Ну вот посмотрите, перед вами базовые навыки 21 века. Это те самые soft skills, да, которые выходят на первое место. Навыки, которыми должен владеть каждый ученик сейчас выходящей школы. А как вы думаете, изучение художественных текстов может помочь развитию каких навыков? Вот из тех семи, которые здесь перечислены. Эмоциональная грамотность, безусловно. Еще. Творчество и креативность. А это сейчас очень важно, потому что все больше областей становятся автоматизированными. И сейчас все больше ценится именно профессии, в которых нужен какой-то свой необычный взгляд. Еще. Управление вниманием. Конечно, прочитайте. Если вы прочитали «Войну и мир» до конца, вы можете гордиться, вы вниманием управляете и можете сосредоточиться. Способность к самообучению. Потому что каждый текст, он прочитан по-своему. И посмотрите, пожалуйста, еще и кросс-культурность. Это способность взаимодействовать с самыми разными группами населения. Людьми разных национальностей, людьми разных возрастов, людьми разных вероисповеданий. Нам нужен этот слайд. Вы пока можете прочитать все, что здесь написано. Не так давно вышел замечательный учебник. Вот такой огромный толстый талмуд, который называется «Поэзия». Из этого учебника я взяла некоторые определения, некоторые важные положения, связанные с поэтическими текстами. Почему я говорю о стихах? Я сейчас скажу, может быть, такую несколько для филолога крамольную вещь, но важную, может быть, для вас. Со стихами, с одной стороны, работать очень тяжело. Это самое сложное, что существует в литературе. А с другой стороны, в стихах есть несомненный плюс. Они маленькие. И на каждый урок вы можете, не прося детей прочитать и подготовить что-то дома, не факт, что они прочитают и подготовятся, дать им стихотворный текст, распечатать, вывести его на экран и работать с ним здесь и сейчас. Что же интересного мы можем увидеть в поэзии? Посмотрите. Заложенные в поэтическом тексте смыслы потенциально безграничны. Это факт. Каждое стихотворение говорит о чем-то. Но важно не только это. Важно, как оно говорит. Поэзия обогащается благодаря научно-техническому прогрессу. Вот такое маленькое стихотворение, которое называется «Современное страдание». Современные страдания современного поэта Михаила Яснова недавно я прочитала своей маленькой дочери. «Мой папа за компьютером проводит круглый год. У мамы заряжается айфон, айпад, айпод. Сестра сидит в букридере. Все тихо, как во сне. Пускай по скайпу бабушка расскажет сказку мне». Что мы видим? Что поэзия, она вот, она прям ловит современные тренды, современные тенденции. Но нам сейчас интересует пункт три. Как ни в каком другом виде искусства в поэзии работает принцип остранения. Обратите внимание, не отстранения, а остранения. Что дает возможность в новом ракурсе видеть привычные предметы и явления. Остранение — это не от слова «отстраниться», это от слова «странный». Там долгая история, куда исчезла вторая буква «н», но неважно. То есть поэзия дает нам возможность посмотреть на что-то с совершенно новой точки зрения, с совершенно необычной. Но как бы обобщим все вышесказанное вот этой цитатой. «Поэзия противостоит многообразно проявляющейся в современном мире тяге к упрощению. Быть может, как никакой другой вид искусства, она сопротивляется поверхностному восприятию. Стихотворный текст располагает читателя к перечитыванию. И каждое прочтение в той или иной мере открывает нам немного другое произведение». Ну, ни один мастер-класс не может обойтись без котиков. Вот вам тоже детское произведение современной поэтессы Марины Бородицкой. Кстати говоря, воспользуюсь трибуной и скажу, что современная детская поэзия сейчас в России переживает небывалый подъем. Творят и пишут просто замечательные, прекрасные поэты. И мне кажется, золотой, просто золотой век после Чуковского, Бартоа, Михалкова, век детской поэзии. Ну вот, смотрите. «Тучка, тучка, серый кот, тучка, дымчатый живот, ты потёрлась об окно, в доме сделалось темно, и шерстинки на стекле серебрятся в серой мгле». Что удалось сделать поэтессе? Как посмотреть на известное нам явление природы? Какие ассоциации вызвало это у неё? На что оказалась похожа туча? На кота. Более того, давайте посмотрим, что шерстинки на что оказались похожи? На капельки. Смотрите, как интересно. Возникала ли у вас в голове мысль, что туча похожа на кота? Нет, никогда. Но я больше чем уверена, что когда вы сегодня выйдете на улицу, и там будет, если там будет ещё туча, да, то эта мысль опять придёт вам в голову и скажете, ух ты, как здорово. Хотя на самом деле, когда мы глядим на облака, мы часто что видим? Множество разных животных. А вот туча совершенно никогда не вызывала у нас таких мыслей. И вот смотрите, вот он принцип остранения. Поэт по-новому смотрит на этот мир. Вот вам креативность, вот вам новый творческий взгляд. И что самое интересное, я сегодня утром, когда репетировала мастер-класс, прогоняла его, вдруг пришла мне такая мысль в голову. А может быть, тучка здесь — это имя кота, а вовсе не туча? Хотя это стихотворение я читала десятки раз, я читала его как мама-ребёнку, я читала его как филолог, но эта мысль пришла мне в голову только сегодня утром. И это правда так может работать? Кошка, да, да-да-да, тогда это кошка, безусловно. Ну что, а мы с вами, у нас есть две минутки поговорить о таком прекрасном явлении природы, как иней. К сожалению, ушедшая не так давно из жизни поэтесса Новелла Матвеева, автор прекрасных стихов, Барт, вот такой взгляд на иней. На рассвете, в сумерках ледовых, хор берёз был выше и туманней, и стояла роща, как людовик, в сизых буклях изморосиранней. Но опять за далями пустыми красная, как будто после бури, встала солнце с мыслью о пустыне, в раскалённо-грезящем прищуре. По коре взбирался, укреплялся на ветвях огонь его раскосый, и кудрявый иней выпрямлялся, делался водой простоволосый. Иний таял, даже не стараясь удержаться в лёгкой сетке чаще, уменьшаясь точно белый страус, отвернувшийся и уходящий. Все мы видели иней, все мы любим иней. Судя по количеству картинок в Фейсбуке, Инстаграме и других социальных сетях, утром, когда иней появляется на деревьях, это всенародно любимое явление природы. Красиво? Красиво. Поэтично? Поэтично. А давайте найдём ещё какой-нибудь пласт интересный. Давайте посмотрим на это стихотворение с точки зрения физики. Задумлюсь ли вы когда-нибудь о том, что иней и изморозь — это разные явления? Да. А я вот на эти никогда не задумалась, только когда прочитала это стихотворение. В них много общего. И вот эта вот строчка, которая пересекает оба столбца, как раз рассказывает нам о том, как образуются иней и изморозь, что из водяного пара на поверхностях предметов в результате их охлаждения до отрицательных температур образуются. Иней и изморозь. Иней, скорее, это то, что отлагается обычно на капоте машины. Изморозь — это то, в основном, чем мы любуемся на ветках деревьев, если говорить просто. А как вы думаете, вы прочитали? Я не буду читать. То есть давайте посмотрим. Мы привыкли, что в художественному тексту нельзя предъявлять требования точности. Ведь это творческое осмысление. А давайте посмотрим, как вы думаете, в этом стихотворении точно описан процесс образования иния и его исчезновения или нет. Давайте обратим на физические понятия, на технические, на природные. Давайте посмотрим. На рассвете. Вернемся к предыдущему слайду. Что нам сказали, когда иния образуется изморозь? Ночью, ночью, да? А вот у нас рассвет. То есть он образовался точно? Точно, весьма, да. Стояла роща, как Людовик, в сизых буклях изморосираний. Похоже? Похоже. Очень поэтично, да. Очень эффектно отсылает нас к какой-то культуре французской, да, которая изысканно, тонка, изящна. Дальше давайте посмотрим, что с инием происходит. Но опять за далями пустыми встает солнце. Температура воздуха повышается, становится тепло. Что происходит с инием? Иний выпрямлялся, делался водой простоволосой. То есть, получается, поэт описал явление достаточно точно. А почему произошло смешение иния и изморося, хотя это два вроде бы разных явления? Есть у вас предположения? Чтобы не было тавтологии, конечно. А еще почему? Очень похожие понятия. На самом деле и в быту мы их практически с вами не различаем. А как вы думаете, откуда появился страус в конце? Ничто не предвещало его появление. Уменьшаясь, точно белый страус. Откуда взялся страус? Так, это вам размышления на дом. Хорошо? А вот в Евгении Онегине Пушкин пишет, когда Онегин возвращается из балла, из театра, едет домой. Он говорит, морозной пылью серебрится его бобровый воротник. Подумайте, дома это ини или изморозь? Что образовалось на воротнике Онегина? И вот смотрите, что самое интересное. Хоть поэты и не обязаны соблюдать правила физического мира, их наблюдательность настолько велика, что они описывают этот мир часто очень и очень точно. И заканчивая свой мастер-класс, я хочу цитаты современного поэта, ныне здравствующего Алексея Цветкова. Хоть он и пишет, что мы не скоро подберем, скользя по формулам полога, полсотни слов для диалога меж алгеброй и сентябрем. Но я надеюсь, что в наших с вами силах и в наших с вами желаниях подобрать эти слова и сблизить как можно ближе, извините за тавтологию, алгебру и сентябрь. Спасибо вам за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ